всем всем привет с вами клеопатра в этом видео я расскажу что такое столица клана которую добавят ближайшем обновлении clash of clans видео обещает быть долгим поэтому берите чаёчек кофеёчек усажьтесь поудобнее ну а мы начинаем все изучать и для начала обратим внимание в нижний угол карты здесь мы видим два новых объекта это воздушный шар и домик который держится на летающем камне однако если нажать на шар то мы видим что посетить столицу клана мы можем только находясь в клане поэтому сейчас я создам клан и мы попробуем еще разок я создала клан а серый шар теперь стал целым кораблем с тремя красными шарами именно их мы видели на видео от разработчиков и именно этот корабль иногда пролетал по базе у некоторых игроков нажав на корабль и мы попадаем столицу клана столицы клана будет доступна кланам начиная от второго уровня и выше а для того чтобы попасть в столицу вам необходимо иметь на родной деревне ратушу 6 уровня и выше столица клана это большая гора на которой есть центральная деревня и несколько районов в новом режиме абсолютно весь клан будет вносить в класс строительства и модернизацию огромной базы каждый участник клана вносит в клад строительства не только дефа но и в улучшении войск которые будут потом использоваться для рейдовых выходных но об этом мы поговорим немного позже а пока давайте посмотрим что из себя представляет столичный пик столичный пик это самый центр столицы клана и первый район который будет доступен как и на обычной деревне мы можем улучшать все что есть столичном пике однако в отличие от обычной деревне улучшение здесь происходит путем открытия новых руин каждая руина содержит определенный список зданий которые откроются после того как руина будет полностью разблокирован как вы видите для открытия этой руины мне нужно 6000 столичного золота это новая валюта которую можно будет получить играя в столице клана однако также дополнительно эту валюту можно получить в новом здании кузницы которая мы уже видели в начале этого ролика давайте посмотрим подробнее что она из себя представляет кузница это место где можно крафтить столичное золото более того в первом слоте его можно получать абсолютно бесплатно ну а в следующих слотах можно использовать различные ресурсы с родной деревни или из деревни строителя для того чтобы с помощью строителя скрафтить себе столичное золото на прокачку баз в новом режиме то есть мы берем наши с вами привычные ресурсы из родной деревни или деревни строителя и просто обмениваем по факту их на столичное золото но при этом у нас занимается строитель и занимается он в течение трех дней то есть мы не можем его использовать на родной деревне вот сейчас давайте я заюзаю руну золото и руну темного эликсира потому что ресурсов у меня не хватало на производство столичного золота и закрафчу себе сразу несколько слотов кстати количество слотов будет увеличиваться в зависимости от ратуши так как у меня тх-14 то количество слотов для меня максимальная однако если у вас более низкие ратуши то количество слотов будет меньше и чем дальше вы будете прокачиваться в родной деревне тем больше слотов будете открывать все четыре строителя сейчас активно заняты крафтом столичного золота для того чтобы ускорить этот процесс потому что он действительно не быстро аж целых три дня можно использовать зелье строительства или бусты из пропуска также закончить производство столичного золота можно из-за гема что мы сейчас с вами и сделаем чтобы долго не ждать вот теперь у меня достаточно столичного золота возвращаемся обратно и у нас будет возможность улучшить что-то в столичном пике тратим столичное золото для разблокировки первой области внутри находится два пво и пушка это аналог строение дефа из родной деревни однако тут есть и некоторые вещи которые были на деревне строителя например вот такая мина однако есть и новые строения дефа например копьемет который наносит урон по земле и воздуху при этом с очень большим радиусом это нечто подобное как арбалет в обычной деревне столице кланов работает редактор планировок вы можете построить такую базу которая нравится вам соответственно здесь будет большой простор для изменения расстановок потому что как мы далее увидим атаки здесь не совсем привычные как они происходят у нас обычно на родной деревне поэтому тут будет над чем подумать как поставить здания куда и нужно ли их ставить близко об этом тоже чуть позже поговорим имея навыки сноса бас в родной деревне к столице кланов вы быстро привыкнете но если чувствуете нехватку в знаниях то хочу порекомендовать вам канал the legendary wearer of clash of clans на этом канале вы сможете найти тактики для сноса бас на разных ратушах каждом видео автор канала собирает лучшие атаки своего клана с разными миксами что позволяет пополнить свои знания и потом оттренировать их на практике кстати мой канал начинался именно с тактик и обзоров к в причем тоже на разных ратушах что всегда очень помогала моим со кланом ребята начинали лучше играть и быстрее понимали как использовать разные тактики потому что видели все это на практике ссылку на канал the legendary wearer оставлю в описании обязательно туда заглядывайте я уверена что эти знания вам точно помогут как на кого так и на лвк и в дальнейшем в новом режиме для того чтобы открывать новые районы в столице кланов необходимо улучшить сначала столичную ратушу до 2 уровня каждый новый район открывается с последующим улучшением столичной ратуши всего столичной ратуши может быть 10 уровней прокачки но об этом мы поговорим в более поздних роликах по мере улучшения столичной ратуши вы будете получать доступ все большему количеству руин а внутри будут находиться новые здания не только дефа но еще и войск к ним мы тоже сейчас доберемся некоторые руины содержит ловушки забор стране а дефа а некоторые открывают просто отдельно стоящий деф например как вот эта руина которая открыла доступ к новому зданию мульти пушка прокачав все в столичном пике конечно стоит идти качать столичную ратушу но система этого сделать не дает почему спросите вы все очень просто для того чтобы улучшить столичную ратушу нам не хватает некоторых наработок которые мы пока еще не сделали в других районах например первый район это лагерь варвар здесь тоже есть своя ратуша но называется она как вы уже догадались районная ратуша столичный пик и другие районы тесно связаны между собой улучшая другие районы вы со временем сможете улучшать и столичный пик каждый из районов интересен тем что имеет свою собственную атмосферу и открывает доступ к новым зданиям в одном районе вы можете получить доступ к одним юнитам в другом районе к другим юнитам таким образом открыв все районы вы получаете полный состав армии то есть открываете все войска все заклинания и можете атаковать с максимальным выбором давайте познакомимся поближе с районом лагерь варваров благодаря этому району мы получим доступ к первым юнитам потому что сейчас у нас в лагерях ничего не доступно и армию сварить мы не можем восстанавливая по очереди руины среди которых есть военный лагерь и казармы, мы получим доступ не только к большей вместимости по юнитам, но и откроем себе войска. Первая казарма, которую мы обнаружили, это казарма коварных лучниц. Коварные лучницы, как вы помните, это юнит из деревни Строителя, так что он для вас знаком. Напомню, что у коварных лучниц есть мантия невидимости на первое время. Следующая казарма, это казарма супер варваров. Это уже супер юнит, который доступен на родной деревне. Опять же, знакомый персонаж. Давайте посмотрим, что за третья разрушенная казарма. Сейчас мы ее открываем и обнаруживаем, что это казарма боевых таранов. Боевой таран это юнит, который был временным на одно из событий в Clash of Clans несколько лет назад, но теперь снова вернулся полноценно в игру. И наконец, четвертая казарма, казарма супергигантов. Супергигант это аналог обычного гиганта из родной деревни, но только в супер версии. Теперь у нас есть четыре юнита, с которыми мы можем взаимодействовать и строить армию. Довольно интересно, что некоторые юниты тренируются поодиночке, как мы с вами привыкли, а некоторые, например, коварные лучницы, тренируются сразу небольшой группой. Также около каждого юнита есть кнопка найти казарму на случай, если вы потерялись и не знаете, где находится казарма этого юнита. Улучшив и открыв все руины в лагере варваров, мы, конечно, хотим улучшить районную ратушу, но сталкиваемся с той же самой проблемой. Мы не можем ее улучшить, пока не улучшим столичную ратушу до третьего уровня. То есть теперь у нас открылась возможность улучшить основную ратушу в столице кланов. Именно это мы сейчас с вами и сделаем и посмотрим, что нам это даст, помимо, конечно, возможности открытия новых руин и прокачки строений дефа. Апгрейд произошел, список пополнился. Теперь возвращаемся обратно на карту и замечаем, что у нас открылся новый район, долина колдунов. Давайте туда заглянем и посмотрим, что там интересного. Как и в лагере варваров, здесь тоже есть своя районная ратуша, которую нужно прокачивать. Но здесь, в отличие от лагеря варваров, абсолютно другие строения, которых мы ранее не видели. И они, как вы догадываетесь, дают нам доступ к новым войскам и заклинаниям. Давайте рассмотрим их подробнее. В центре базы нельзя не заметить башню с супер колдуном. И, конечно же, у него цепная реакция, как у собрата из родной деревни. Немного левее есть фабрика исцеляющего заклинания. Нажав на нее, мы узнаем, что благодаря этой фабрике мы получаем доступ к использованию исцеляющего заклинания во время своей атаки. Еще одно новое здание – склад заклинаний, который позволяет хранить заклинания по аналогии с фабрикой заклинаний в родной деревне. Здание со смешным названием «Караулка рейдовых повозок» открывает нам возможность использовать повозки из ДС в атаке в столице кланов. А вот и казарма супер колдунов, которые умеют не только на башне стоять, но и также используются в атаке. И, наконец, последняя фабрика, которая открывает возможность использовать заклинания прыжка. Теперь посмотрим, что у нас с дефом. Мы видим потайную мега-теслу из деревни строителя, которая перекочевала в столицу кланов. Также можно увидеть воздушные бомбы из ДС, но меня больше интересует вот это новое строение, которое называется ловушка с бревнами. Эта штука кидает бревна и таким образом наносит урон по подходящим войскам. Прокачав немного первый район, лагерь варваров, мы также получаем доступ к казармам миньонов. Миньоны, как и лучницы, здесь ходят кучкой, то есть их сразу несколько, в отличие от других юнитов. Вернемся теперь в столичный пик. Как вы видите, он тоже весьма проапгрейдился, а это значит, что у нас появились новые строения дефа, причем действительно новые. Например, ракетная артиллерия. Такого строения в Clash of Clans нет, и оно появляется впервые. А вот гигантская пушка взята из деревни строителя. С ней мы с вами уже знакомы. Также знакомым является и дробильщик, который тоже позаимствован из деревни строителя. Однако теперь давайте немножко посмотрим левее и увидим новую ловушку. Шоковая ловушка. Вот это действительно нечто новое, чего в Clash of Clans еще нет ни на одной деревне. Теперь зная все, что тут расположено, давайте попробуем провести атаку с нашей армией. Как вы видите, высадить армию в любой точке карты не получается. У нас есть определенная белая область, которая подсвечена белым цветом на карте. Именно туда мы можем высадить наши войска. Эта область разная в зависимости от загрузки базы. Как я говорила в начале ролика, на этой карте не имеет смысла ставить все очень близко. Наоборот, базу лучше раскидывать по всей карте, для того, чтобы у первоначальной высадки юнитов было меньше возможности. Это будет гораздо лучше для сохранности вашей базы и для отбития атак. Ратуша пятого уровня в столичном пике чем-то напоминает ратушу вместе с орлом. Разница лишь в том, что орел на родной деревне выпускает три залпа, а орел в этой деревне выпускает всего лишь один залп. По мере прохождения базы нашими юнитами, большая часть базы начинает подсвечиваться белым цветом. Это означает, что в эти точки вы уже можете дальше высаживать юнитов. То есть, чем больше проходите, тем больше база открывается и больше есть возможности для высадки остальных юнитов. Заглядания прыжка мне тут не понадобились, но я их оставлю, потому что они мне пригодятся в следующей атаке. Ведь в этом режиме, напомню, можно проводить атаки несколько раз на одну и ту же базу, последовательно ее добивая. Более того, заклинания сохраняются на карте, поэтому запомните, где они расположены и вы увидите, что были следующие атаки. А это уже подходит к концу, здесь у меня 0 звезд и 39%, но ничего страшного, потому что в следующий раз я начну атаку ровно с этого же места. И как вы видите, заклинания остаются на карте для следующей атаки. То есть, я пользуюсь преимуществом своей предыдущей атаки, либо же атаки своего со клана, если до этого на эту базу атаковала не я, а кто-то другой из клана. Так как некоторую часть базы мы сбили, то процент у нас сохраняется и также сохраняется белая подсвеченная область, куда мы можем высаживать наших персонажей. То есть, теперь у нас не маленький квадратик в начале атаки, как было в первый раз, а достаточно большая область, то есть, есть где разгуляться. Таким образом, геймплей столицы кланов строится на том, что вы совместно со своими со кланами будете не только отстраивать базы во столичном пике и в других районах, но и совместно атаковать. Кто-то идет в первую атаку, следующий за ним добивает эту базу и так по очереди. Таким образом, получается, что столица кланов это мега коллективный режим, где нужно все делать сообща. И вот тут очень большая миссия ляжет на плечи руководства каждого клана, потому что для хороших результатов столицы клана, я думаю, нужно будет очень хорошо продумывать, кто на кого атакует, как атакует, как отстраиваем базу, на что тратим столичное золото и вот все вот эти коллективные моменты для того, чтобы получить максимальный результат. Участие в столице клана даст возможность накапливать новую валюту, медали рейда. Ее можно будет использовать для запроса пожертвований в крепость клана, причем самому себе, а также у торговца. Для этого нам нужно вернуться в родную деревню и посмотреть, как же все это работает на практике. Начнем с торговца. Если мы нажмем на него, то увидим обновленное меню, которого раньше не было. Во-первых, тут можно получить что-то бесплатное раз в пять дней. В моем случае это 500 тысяч золота. Также, как и раньше, можно приобрести за гемы волшебные предметы, но посмотрите, какой большой список теперь предлагает торговец, в отличие от трех предметов, которые были раньше. Если зайти во вторую кладку медали рейда, то здесь тоже есть волшебные предметы, но приобретать их нужно не за гемы, а за новую валюту медали рейда, которые вы и будете получать, участвуя в столице клана. Теперь посмотрим, что там у нас под креплением. Для этого нужно нажать на флаг клана, укрепить, и мы видим, что у нас появляется возможность выбрать абсолютно любых юнитов, которые нам нужны. Заглинания и осадные машины. Причем это могут быть даже и супер войска. Выбирайте вообще все, что вам необходимо. Единственное, что нужно будет сделать, это, конечно, за все это заплатить, опять же медалями рейда. Однако такой вариант помогает тем игрокам, которые не хотят ждать подкрепления от своих сокланов, либо же у ваших сокланов просто нет того, что вам нужно. В следующих выпусках мы более подробно изучим другие районы столицы кланов, поэтому обязательно оставайтесь на канале, чтобы не пропустить интересную информацию по обновлению. А я хочу поблагодарить спонсоров канала А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмодзи и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас, оставляя интересный или забавный комментарий к этому выпуску, не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok